Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим стратегию захвата одного из центральных полей и захвата одного из бортовых полей. Обычно надо захватывать поле C5 и H6. Вот это сочетание шашек очень выгодное. Либо захватывать поле D4 и G5. Вначале рассмотрим сочетание шашек C5 и H6. Во всех позициях можете ставить видео на паузу и затем уже самостоятельно решать позиции, если кому интересно. Кто хочет сразу же быстро видеть решение, тогда я буду показывать. Ну и кто самостоятельно решает, проверяйте. Я взял позиции из классной книги Геннадия Хацкевича «25 уроков шашечной игры». Хотя знающие люди говорят, что на самом деле Хацкевич позиции взял у неоднократного чемпиона СССР генинградского гроссмейстера Виктора Литвиновича. Значит, первая позиция – это позиция мастера Бориса Миротина. Белые начинают и выигрывают. Играем E-D4. Максимально стесняем силы черных. Приходится играть в E7. ДЦ5. Снова единственный ход у черных – ЭП5. Идем в дамки. Снова единственный ход – EF4. Ставим дамку. Значит, здесь у черных два ответа. Если они жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамки, тогда выигрывают ход дамкой на Б8. То есть, видите, дамку черным ставить некуда. Она тут же ловится. То есть, куда бы они ни поставили, мы ее легко ловим. Если же черные отдают шашку, бьем вперед. Снова сюда нельзя ставить. Опять ловится. Приходится ставить на E1. Занимаем большую дорогу. Затем проводим все три шашки в дамки. Строим треугольник Петрова. Легко побеждаем. Второй вариант. Если черные не жертвуют шашку, отходят. Тогда нападаем. Приходится отходить. И играем дамкой на G3. Тут уже шашку отдавать бесполезно. Бьем на Б8 и грозит там блин. Черным приходится сдаться. Поэтому черным здесь лучше сыграть FG5. Когда мы нападаем. И черным надо отходить. Ну и вот здесь выигрывает красивый ход. Поставьте видео также на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за белых. Этюдный выигрыш. Значит, играем дамкой на Е1. Черным приходится играть ЕД2. Единственный ход. И играем CD4. Значит, черных два варианта. Если они ставят дамку, тогда мы размениваем дамку. И здесь выигрывает противостояние белых и черных шашек. Оппозиция. Если же в этой позиции черные вместо постановки дамки играют Fe3. Тогда красиво бьем дамкой на C3. Приходится играть ЕF2. Ограничиваем шашку черных. Заставляем их ставить дамку на G1. Ну и здесь снова размениваем дамки и легко побеждаем. Вот такая поучительная позиция. Она часто встречается на практике. Советую ее запомнить. Благодаря следующей позиции я несколько раз выигрывал очень важные партии. По-моему, на чемпионате Пермского края и на чемпионате России. Ход черных. Но выигрывают белые. Впервые данная позиция встретилась в партии Вертман Казарис. Черные меняются. ЕД6. Единственный ход. После размена белые снова захватывают поле C5. У черных два варианта. Если они играют ДЦ7, тогда играем GF6. И снова у черных два варианта. Если они жертвуют шашку и пытаются прорваться в дамки, тогда ставим дамку на B8. Ну и на любой ход здесь выигрывает так называемый трамплин. Отдаем одну шашку и забираем две. Если в этой позиции черные не жертвуют шашку, а размениваются, здесь выигрывает прием вилка или штаны. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белым. Игнем в дамки. Затем с темпом ставим дамку и одновременно нападаем на шашку черных. И вот здесь к победе ведет только жертва шашки. Ограничиваем, фиксируем наиболее опасную шашку черных. Видите, она ближе к дамкам, поэтому ее надо остановить. И когда черные сдвигают вторую шашку, загоняем ее на бортик и фиксируем уже обе. Получилась так называемая вилка или штаны. Если черные здесь продолжают сопротивляться, тогда выигрывает прием запирания. Если в этой позиции вместо хода dc7 черные играют fg7, тогда выигрыш также несложный. Нападаем, gs6, видите, получилось вот как раз выгодное сочетание шашек c5 и h6. Черным приходится отходить, тогда атакуем ходом cd6. И на ход аб4 пытаемся выиграть шашку. Черных два ответа. Если они жертвуют шашку, пытаются прорваться в дамки, да, у них это получается, но здесь позиция легко за белых выигранная. Мы проводим все три шашки в дамки, затем строим так называемую боевую позицию в линию и легко побеждаем. Кто не знает, как строить боевые позиции, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Там выигрыш несложный, если знать прием. Значит, второй момент. Если черные в этой позиции не жертвуют шашку, а отходят, тогда ставим дамку на f8. Приходится отходить, тогда нападаем. Приходится закрываться. И вот здесь играем hg5. На ход d7. В книге Геннадия Хацкевича указано, что выигрывает ход дамкой gf6. Но на самом деле там выигрыш довольно-таки сложный. В цветной тем можно запутаться. Мне с помощью компьютерной программы TOSHA где-то удалось найти более простые варианты для выигрыша. Вот, например, уточнение. Проще здесь выиграть после хода дамки на h8. То есть мы хотим связать силы черных после этих ходов. Видите, связка образовалась в центре. И когда черные ходят cd2 или cb2, без разницы, мы в этот момент отдаем одну из своих дамок и легко побеждаем. Вот наиболее простое решение данной позиции. Следующая позиция впервые возникла в партии гилеров в РТ. Ход белых они начинают и выигрывают. Кажется, что к победе ведет напрашивающийся ход cd2. На самом деле это ничья. Черные отдают одну из своих шашек f4. Затем отдают вторую шашку. И пытаются прорваться в дамки. То есть сейчас черные грозят обрезать нас по большой дороге. Если же шашку отдать, то черные успевают обрезать шашки белых g1 и h2 по тройнику. И это будет лишь ничья. Можете убедиться в этом самостоятельно. К победе, как ни странно, ведет лишь неочевидный ход fg3. Ход кажется страшным. Черные ставят так называемый рожон. Но на самом деле здесь выигрыш у белых. gh4. Грозим пройти в дамки. Приходится играть d7. Играем hg5. cd6. Единственный ход. Ну и здесь играем hg3. С идеей отъесть как раз вот этот рожон на поле e3. Черным приходится играть d5. И вот здесь выигрывает ход g6. То есть мы грозим пройти в дамки и у черных два ответа. Если они играют f6, тогда играем gh2. Ну и на любой ход следует удар gf4 с выигрышем. То есть здесь, как ни странно, белые победили вот как раз за счет вроде бы пассивной бортовой шашки h6. Они построили колоночку и вот за счет этой шашки легко побеждают. Второй вариант, если черные жертвуют две шашки и пытаются прорваться. Здесь выигрывает hg7. И на постановку дамки нельзя закрываться. gf4 это только ничья. Надо отойти ed4. Единственный ход. Допустим, черные нападают. Тогда ставим дамку на h8. Ну и после разменов опять белые, видите, проводят все три шашки в дамке. Здесь уже строят такую боевую позицию. То есть боевые позиции всегда надо ставить, выстраиваться в линию по отношению к шашке черных. Где бы она ни стояла, мы всегда выстраиваемся в линию. Так. Следующая позиция из партии kogan-korhoff. Здесь ход черных. Проигрывает ход cb6. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый и нестандартный выигрыш белых. Вначале играем b3. Затем меняемся. У черных единственный ход. ef4. Играем g2. ef6. ab4. fg5. И вот здесь выигрывает красивый ход fg3. В чем идея? То есть, видите, мы заставили черных пройти на h2 и им никогда нельзя ставить дамку. То есть, на ход f7 играем fe5. Ну и тут легкий выигрыш. То есть, видите, когда черные ставят дамку, мы ее тут же ловим и побеждаем. Такая красивая идея. В партии черные заметили этот выигрыш и красиво пожертвовали шашку. И пытаются отыграть шашку на поле c5. Да, здесь у них это получается, но у белых по-прежнему большое преимущество. ed2, hg5. Начинается охват позиций черных. Сделать ничью черным здесь очень непросто. ed6, gf2, dc5, dc3, ab6. Белые размениваются. cb4 единственный ход и следует коварное нападение b3. Снова единственный ход bc3, остальное проигрывает. ed6. Грозим подорвать поле f8, поэтому единственный ход и играем fe3. Здесь снова у черных единственный ход fe5. Все остальные ходы проигрывают. И bc5. Ну и на ход fe5 черным надо пожертвовать шашку c5 именно на b4. И они прорываются в дамки. У черных есть два атакующих хода, но оба они ведут к ничее. Если они играют ed6, тогда черные красиво жертвуют шашку и нападают сразу же на две. Белым приходится отдавать шашку и вот здесь надо побить на поле h6. И ничья. То есть куда бы белые не пошли, мы нападаем на одну из шашек. Белые отходят и затем черные занимают большую дорогу. И это ничья. Если же в этой позиции черные бы побили на g5, это уже выигрыш белых. Этот неосторожный ход проигрывает. Белые занимают большую дорогу. И когда черные начинают нападать, мы вначале закрываемся. А когда черные нападают на шашку d6, мы уже ведем ее в дамки. Не боимся захода в любки, потому что дамка черных ловится и мы побеждаем. Второй атакующий ход в этой позиции вместо хода ed6 это ход ed4. Но здесь черные также достигают ничьей. Ставим дамку на c1. Приходится играть cd6. Тогда связываем шашки белых. Приходится играть dc7 и четкий ход fe7. То есть мы грозим отдать одну шашку и забрать две. У белых единственный ход hg7. И вот здесь делаем выжидательный ход. Ждем. Куда бы белые не поставили дамку на любое поле, ну допустим сюда, мы отдаем одну шашку и забираем сразу же две. С ничьей. Именно так и закончилась партия. Следующая позиция из партии Тарохин-Ягас. Белые начинают и очень красиво выигрывают. В начале играем dc5. Снова видите, сочетание шашек c5 и h6. У черных единственный ход fe5. И вот здесь в победе ведет сумасшедший ход gf2. То есть белые приглашают черных в дамки. Если черные принимают приглашение, тогда они красиво проигрывают. Белые играют cd4. И на ход gf2 следует размен 2 на 2. Подобный прием мы сегодня с вами уже видели. То есть черным приходится ставить дамку. Тогда их дамка тут же ловится и белые побеждают. Если в этой позиции черные не принимают приглашение и жертвуют шашку. Пытаются прорваться в дамки. Тогда здесь выигрывает комбинация. Отдаем две шашки. Затем еще одну. Затем еще одну. И прорываемся в дамки. Несмотря на материальный перевес у черных, здесь они ничьей достигнуть не могут. На ход b3 занимаем большую дорогу. Приходится жертвовать шашку и прорываться в дамки. И здесь играем hg7. Черные максимально сопротивляются. Аb4 сильнейший ход. И вот здесь в книге Геннадия Хацкевича закралась ошибка. Напрашивающийся ход gh8 ведет лишь к ничьей. Здесь черные демонстрируют интересный прием. Черные ставят дамку на c1. И когда белые начинают вести свою третью шашку в дамке, они занимают поле e3. Позиция кажется выигранной, но на самом деле это только ничья. Белые провести шашку в дамке не могут. Почему? Потому что черные бегают по нижнему тройнику. А когда белые пытаются вытеснить черных с тройника, они играют ab6. И видите, становится неизбежным размен. Одно из дамок белых. И это только ничья. Вот этот важный прием, я думаю, он будет полезен даже гроссмейстерам. Поэтому в этой позиции к выигрышу ведет лишь нестандартный ход df6. В чем идея? Ну, дамку ставить нельзя, она тут же ловится. Значит, bc3 закрываться так же проигрывает. Просто ставим дамку. Ну, и черным приходится отдавать свою шашку, потому что грозит размен. Приходится отдавать. Ну, здесь белые уже без проблем проводят третью шашку в дамке. Затем строят боевую позицию и побеждают. Ну, и наконец, самое сильное сопротивление, если черные ставят дамку на c1. Тогда нападаем на шашку b4. Приходится отходить на бортик. И здесь белые ставят дамку на c6. В чем идея? Идея в том, что белые неминуемо грозят поймать дамку черных. То есть, видите, уже грозит ход ed2, приходится отдавать шашку. Но здесь все равно дамка черных ловится и белые празднуют победу. Вот такой поучительный эндшпиль. Значит, следующее сочетание шашек – это шашка d4 и g5. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белых. В этой позиции из партии Блиндерф-Бирак все заканчивается красивыми комбинациями. Снова следует наше любимое нападение в g5 и надо закрываться. И занимаем пункт c5. У черных единственный ход d5, тогда идем в дамки. И здесь у черных два ответа. Если они играют f4, тогда бьем в дамки. Ну и после всех разменов выигрывает несложный удар. С выигрышем. Если в этой позиции черные отходят cd6, ну, можно, конечно, пойти в дамки с выигрышем. Но только бездушный человек так может выиграть. Настоящие ценители шашечной игры здесь найдут красивую комбинацию. Поставьте видео на паузу и покажите мне ее. Играем gd4, черные бьют. Отдаем одну шашку, затем еще одну. Ну и следует красивый сквозной удар. Следующая позиция очень часто встречается на практике. Ее также полезно знать. Значит, здесь уже, видите, сочетание шашек d4 и g5. В начале играем fe3. И у черных есть три ответа. Ну, на g3 проводим несложный удар. Вот этот удар очень часто встречается в этих позициях. То есть, видите, у черных связка, она очень невыгодна. Играем ab4 и затем ef4. Прорываемся в дамки и побеждаем. Это такой стандартный удар. То есть, hg3 нельзя. Значит, после ab6 играем gf2 и стоит удар. Видите? Допустим, на ход b5 проводится такая комбинация. Тоже стандартная. Прошу прощения. На ход d5 проводится стандартная комбинация fg3. Сюда, сюда и прорываемся в дамки. Вот эти две комбинации очень часто встречаются в подобных позициях. То есть, тут есть три хода. Это мы посмотрели, d5 проигрывает dc5 и b5. На dc5 нападаем. Приходится меняться. И вот здесь бьем шашкой на b6 именно. Приходится бить назад. Иначе белые пройдут дамки. И видите, мы сохраняем вот эту вот связку. Она нам выгодна. У нас, видите, три шашки держат сразу же четыре шашки черных. На ход cd6 играем b5 и на нападение меняемся. Черные грозят выиграть шашку. Мы ее отдаем и прорываемся в дамки. Здесь у белых несложный выигрыш. Можете убедиться в этом сами. Последний вариант это ход b5. Тогда играем ab4 и снова у черных два ответа. d5 снова нельзя из-за этой стандартной комбинации fg3. И мы прорываемся в дамки. Если dc5 следует, тогда сохраняем вот эту вот связку. Играем ed4. Ну вот, что-то подобное мы уже только что видели. Меняемся назад. И на нападение жертвуем шашку и прорываемся в дамки с выигрышем. Вернемся к начальной позиции. То есть мы разобрали у черных. Единственный ответ в этой позиции это ход d5. Когда играем gf2 и стоит угроза комбинации. Приходится идти дальше f4. Жертвуем шашку. И снова получаем выгодное сочетание шашек c5 и a6. Черным приходится возвращать материал. Ну и здесь легко побеждаем. Черным надо прорываться. Вот здесь выигрывает. Известный этюд. Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти выигрыш за белый. Следует неожиданный ход gh4. В чем идея? Если черная игра cb2, тогда уходим на поле e5 и выигрывает так называемое распутье. То есть сюда дамку не поставишь, она тут же ловится. Приходится ставить на a1. Тогда выиграем с помощью столбника. Это противостояние белый и черный дамок на большой дороге. Fe7, hg5. Ну и на ход ed6 ловим дамку черных и выигрываем. Второй возможный ход в этой позиции это ход cd2. Здесь играем дамкой на g3. То есть видите, снова распутье. Если черная ставит дамку сюда, тогда выигрываем таким образом. Если сюда, тогда так ловится дамка черная. Сходится играть fe7. Ну здесь много выигрышей. Мне понравился самый красивый такой выигрыш. Ставим дамку на e5. Опять не даем поставить дамку из-за удара. Приходится ставить дамку на e1. И ведем вторую шашку в дамке. То есть либо грозим провести все три шашки в дамке. Затем отъесть шашку e7 и выиграть с помощью треугольника Петрова. Либо черные заходят в любки и здесь выигрывает приема позиция. Жертвуем шашку и ловим дамку черную с выигрышем. Следующая позиция из партии цирик-серов. Белые очень красиво выиграли опять за счет этой связки. То есть снова занимаем поле g5. Напрашивающийся ход. cb6. ed2. b5. cb2. Ну здесь возможно перестановка ходов. ed2 и cb2. Черная игра от b7. И сильнейший ход de3. Вот в этой позиции у черных была красивая ничья. В партии они ошиблись. dc5 уже проигрывает. Снова занимаем пункт d4. То есть опять играем на связку. Видите. У черных связаны четыре шашки. А у нас в связке участвуют лишь три. У нас по сути лишняя шашка. Пусть им cd6 b3. И у черных три хода. Значит на ход dc5 здесь выигрываем fe3. И допустим на hg3 меняемся. Затем отъедаем шашку c5. Приходится отдавать вторую шашку. Ну и здесь с двумя лишними я думаю выигрыш не представляет проблемы. И легко выиграть. Второй возможный ход это ab6. По-моему так было в партии. Ну и здесь белые победили. Опять за счет связки. Fe3 b5 gf2. То есть снова de5 нету. Из-за удара часто встречающегося. Поэтому приходится меняться. Лучшего не видно. Ну и здесь в подобных позициях мы выигрыш уже знаем. Снова не даем выйти черным fe5. Контролируем ситуацию. На ход cb6 играем ab4. Затем bc5. Приходится меняться. Ну и здесь уже после размена снова выигрывает оппозиция. Допустим dc7. de5 cd6. ed6. И черным пора сдаваться. И последний ход в этой позиции. Но тем не менее. Наверное самое сильное сопротивление. Это неожиданная жертва. hg3. И размен dc5. То есть в чем идея. Сейчас нельзя играть gf2 и gh2. Из-за размена 2 на 2. И черные за счет центра легко сделают ничью. Здесь надо уйти на h6. Допустим ed6 gf2 d5 fe3 fe7. Вот эта позиция часто встречается на практике. Советую ее также запомнить. Здесь нападаем. Приходится закрываться. И играем b5. То есть обычно вот такая позиция на практике. Вот у белых на c3. У черных на a5. Они жертвуют. И вот здесь ход черных. Вот эта позиция часто встречается на практике. Приходится играть ed4. Отходим. И на ход dc3 здесь выигрывает двойная жертва. Аb6. И затем аb4. То есть видите. Сразу же нападать бесполезно. Черные просто идут дамки. И преграждают белым путь дамки. А вот за счет двойной жертвы. Здесь уже белые нападают. Сюда-то не отойдешь. Уже удар будет. И белые победят. Поэтому приходится отдавать шашку. И пытаться пройти в дамки. Тогда обрезаем шашки черных. По двойнику. Ну сюда было идти бесполезно. Нападаем. Нападаем. Ну и здесь просто выигрываем. Проводим обе шашки в дамки. Приходится отдавать. Побили. Ну и выигрываем за счет трамплина. Здесь простой выигрыш. Очевидный. Самый сложный выигрыш здесь. Если черные ведут шашку d4. Белые проводят две шашки в дамки. И вот здесь ставим ловушку. Сильнее всего черным сыграть на f4. И после того, как белые нападают, черные уходят по двойнику. То есть белые здесь проводят третью шашку в дамки и строят боевую позицию. Кто не знает, как выигрывать тремя дамками. Дамку и две шашки соперника. Подсказку оставлю также в верхнем правом углу. То есть здесь могут получиться три окончания. Либо шашки черных будут на a5 и a7. Это легкое окончание. Либо на a7 и a3. Это тоже легкое окончание. Либо черные успевают перевести свои шашки на поля a3 и a5. И вот это будет самое сложное окончание. Его выиграть очень непросто. То есть кто не знает, обязательно посмотрите. Это уже такой уровень гроссмейстера. Очень непросто. Я видел, как будущие гроссмейстеры не выигрывали данную позицию в блице. К счастью, я ее подробно разбирал. Так. Ну и простой выигрыш в этой позиции был, если бы черные сыграли не на f4, а на h6. Однажды я так тоже в блице ошибся. И меня соперник легко победил. Поставил дамку на c1. Грозит. Поимка дамки. Поэтому приходится отходить. Ну тогда белые все равно ловят дамку черных и легко побеждают. Сейчас обрежут черных по большой дороге и выигрывают. Следующая позиция из партии будущего чемпиона СССР Марата Когана. Которую он играл против мастера Копнуделя. Белые также побеждают и выигрывают. fg5. Вот здесь с помощью компьютерной программы Тоша все-таки удалось найти ничью. Оказывается черные здесь могли защититься. В партии Копнудель сыграл b7 и вот это действительно проигрывает. То есть следует e d2. На нападение белые закрываются. И на размен белые сохраняют уже знакомую нам связку. Опять четыре шашки черных связаны тремя шашками белых. По сути у белых лишняя шашка. Допустим cd6 fe3 и у черных снова три ответа. На hg3 следует знакомая нам комбинация. И белые побеждают. Значит на d e5 играем a b4. И на ход ef4 размениваемся. Допустим e d6 dc5 d e5 b5. Здесь у белых выигрыш. А можно было выиграть кстати и по другому друзья. Стоп. В этой позиции можно было gf2 выиграть. То есть стоит угроза комбинации. Допустим на a b6 комбинация. Только что сейчас заметил. Такой интересный выигрыш. А на этот ход опять знакомая нам позиция. Мы ее сегодня смотрели уже. Приходится возвращать шашку. Тогда сюда, сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. GH4 известный ход. Ну и тут опять у черных распутие. Если сюда, тогда выигрываем таким образом. Сюда ставить нельзя. Приходится сюда, 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 сюда. Ловится. Это мы сегодня видели уже. Второй выигрыш. Если черные ставят дамку на d2. Тогда играем на g3. Сюда дамку не поставишь. Сюда дамку не поставишь. Приходится играть fe7. Тогда на e5 надо ставить дамку сюда. А g7. И на нападение опять выигрывает оппозиция. Да, эту позицию мы с вами уже знаем. Вот видите, как легко выигрывать, когда знаешь идеи. Значит, последний ход в этой позиции ab6. Тогда gf2. Снова d5 нету из-за удара. Это мы знаем идею. На b5. А b4. И на размен. Меняемся и сохраняем связку. Подобную идею мы тоже знаем. Здесь мы жертвуем шашку. То есть, меняемся в начале назад. И когда черные нападают, жертвуем шашку и прорываемся с выигрыша. Вернемся к начальной позиции. После хода fg5. Вот b7 проигрывает все-таки. А ничья была такая очень неочевидная. Давайте переверну за черных. Все-таки вот как уравнивать подобную позицию. Здесь все-таки ничья есть. Надо было сыграть dc5. И когда белые закрываются, следует размен назад. И на ход ed4 спасает. То есть, белые продолжают сохранять связку. Спасает только ход hg3. Мы избавляемся от связки. Позиция до сих пор тяжелая. Но здесь есть точный ничейный ход. cb6. Только он ведет к ничее. Остальное проигрывает. Сильнейшая атака ef2. Чтобы не было прорывов. И bc7. Единственный ход. cb4 лучший ход. То есть, не дают нам сыграть cd6 и ed6. Приходится нападать. bc5. И нападаем еще раз. После размена. Меняемся. И вот здесь спасаемся за счет жертвы. dc5 проигрывает. Надо играть ab4 и играть bc3. И вот здесь, в этой позиции, белые все-таки победить не могут. Мы проводим шашку в дамке. И вот это будет сочетание шашек ничейное. Единственная ничья. Ну ладно, немножко уже тягомотина пошла. Давайте напоследок побалую вас двумя красивыми комбинациями. Первая идея комбинации мастера Торчинского. Белые начинают и выигрывают. Поставьте видео на паузу и попытайтесь ее найти. Вначале отдаем шашку. И следует неожиданный ход ef4. Теперь, куда бы черные не били, они проигрывают. Если они бьют в эту сторону, тогда выигрываем вот за счет упора на c3. Проводим удар и легко побеждаем. Если черные в этой позиции бьют на h4, вместо поля g3, тогда прорываемся в дамки. И черным дамку ставить нельзя, потому что она тут же ловится и мы легко выигрываем. И последняя комбинация на сегодня. Комбинация моего земляка, мастера Сергея Балжаларского. Белые начинают и выигрывают. Вначале играем fg3, надо бить. И затем следует очень красивый ход cb2. У черных два варианта боя, но бы они проигрывают. Если они бьют на f4, тогда бьем на поле g5, бьем дамку и прорываемся в дамки сами. С несложным выигрышем. Если же черные в этой позиции бьют на поле g5, тогда также прорываемся в дамки. И когда черные ставят дамку, здесь их дамка ловится в петлю. И мы красиво выигрываем. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество лукасом и подпиской. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!